Наш департамент здравоохранения совершенно не хочет работать. Год назад, точнее уже два года назад, я обратилась в Центральный суд города Воронежа, так как узнала, что вообще всем диабетикам в Российской Федерации положено обеспечение круглосуточным мониторингом сахара для улучшения качества жизни. Но наш регион оказывается об этом не то, чтобы ничего не знал, но, по крайней мере, людям об этом не доносилось. У нас до сих пор даже никто не знает, ну большинство людей у нас просто не знает, что это такое и вообще, что это положено бесплатно, исходя из закона об охране здоровья граждан РФ. То, что препятствия строят вообще у нас в городе, начиная от посредников наших поликлиник всех в городе и заканчивая, естественно, департаментом здравоохранения, которое принципиально не делает никакие закупки и не только людям, которые болеют сахарным диабетом, но и вообще в целом. В общем, два года назад, получается, я обратилась в суд, чтобы делали закупку на меня, чтобы обеспечили вот этим сенсорами. Я введу острой необходимости по здоровью. Имеется выписка, где конкретно написано, что мне это необходимо, жизненно необходимо, так как у меня имеется группа инвалидности, ну, это уже серьезный показатель. Год назад было принято решение в мою сторону о том, что так как у меня группа бессрочная, меня нужно обеспечить, ну, как, на пожизненно. И, в общем-то, с этого момента начались вначале апелляционные обжалования, потом касационные. Суды, естественно, на моей стороне, исходя из нашего законодательства. Но никаких подвижек не было. Когда уже все вот эти вот апелляции, касации были выиграны, в работу вроде как включились у нас судебные приставы, которым я, собственно говоря, исполнительные листы и относила, как только их получила год назад. Ну, что они мне говорят? О том, что, ну что ж, мы будем штрафовать, раз ничего не исполняется, а что мы еще можем делать? Я обращалась в Следственный комитет, я обращалась в прокуратуру. Ну, тоже не особо есть какие-то подвижки. То есть, да, ведется разговор с представителями поликлиники, с представителями департамента, с теми же судебными приставами. Но это все вот в теории. Вот они поговорили, там что-то какое-то поднялся, поднялась волна, и все. На этом все затихло. Поэтому уже, получается, два года я сама самостоятельно покупаю все эти средства. Это очень дорого. И, в общем-то, подвижек никаких. На что опираются представители департамента? Они утверждают, что те сенсоры, за которые я судилась, в Россию не поставляют. Вот у меня есть ответ официальный от производителя, который утверждает, что никаких проблем с поставками ни в один регион нет. Также я могу предоставить документацию, которая подтверждает, что люди с такой же проблемой, с такими же решениями судебными. И в 22-м, и в 23-м году получают совершенно спокойно все расходные материалы, без каких-либо перебоев. Но они в нашем регионе, да? Нет. В нашем регионе я вообще единственный человек, который об этом узнал, который узнал конкретно о том, что это можно получать бесплатно. У нас прям действительно умалчивают прям вплотную. Поэтому пришлось, конечно, вот так вот, таким тернистым путем через суд вот это все решать. Упираются все. Поликлиника просто... Ну, вы не представляете, какие там бойни были на судебных заседаниях. При этом самое удивительное, что юрист от поликлиники и врач, который я приходил давать против меня показания, они просто утверждали, что мне это не нужно, при этом не особо понимали вообще, о чем идет речь. Вот даже до сих пор мне предлагают установить инсулиновую помпу, к которой будут подходить сенсоры. Но сейчас я вам как-то попытаюсь объяснить. Вот у меня определенная модель. К ней мы добивались вот этой вот детали сенсоров НМГ. Они предлагают мне поменять на такую же. То есть люди вообще не догоняют, что... Вообще, что к чему. Не понимают, какая у меня модель помпа, что к ней нужно, для чего это вообще нужно. То есть откровенно, когда юристу в суде задавали какие-то наводящие вопросы, он говорит, я не знаю. Ну, а зачем тогда приходить и представлять интересы, и убеждать, что это мне не нужно? Ну, это как бы отдельный разговор. В общем, ссылаются на отсутствие поставок. Вот все это подтверждено. Сейчас заинтересовалась уже не районный следственный комитет, а уже городской следственный комитет, который тоже хочет как-то приложить к этому какое-то усилие, внимание. Но пока это только все в теории. Пока неизвестно, куда еще обращаться. В общем, что делать, пока не знаю. Вы сейчас самостоятельно покупаетесь. Сколько это стоит? Да. В среднем, если брать сенсоры и все расходные материалы к инсулиновой помпе, это больше 25 тысяч. И это при условии того, что я беру все время людей, которые это продают. То есть это Авито, еще какие-то объявления, знакомые через знакомых. Много телеграм-каналов, где люди просто обмениваются у кого что есть. И вот, в общем, вот такими методами. Если официально, это, конечно же, больше. Но если даже вот просто я все опускаю и беру конкретно сенсоры, это 20 тысяч коробка на месяц. То есть это прям полноценная пенсия первой группы. У нас диабетики в основном с третьей группы, где там примерно 10 тысяч. То есть это вообще никак. Так, я уже пошла на уступки департаменту и написала заявление о том, что предоставьте мне аналоги дешевые. То есть их детям закупают. С ними проблем точно нет. Но пока вообще даже ответа нет. Хотя я его прислала уже порядка двух-трех недель назад. Вот эти аналоги у официального поставщика стоят 10 тысяч на месяц. То есть одна штука на две недели 5 тысяч. Пока ждем. Пока все молчат. Прямо после последнего судебного заседания добился департамент о пересмотре дела о приостановлении исполнения судебного решения. Ну и в общем-то осталось все без изменений. Судья очень негодовала, зачем вообще это судебное заседание нужно было. Потому что однозначная позиция. Ну и в общем-то пока тишина. Прямо вот глубокая тишина. Единственное, что меня очень сильно раззадорило, это звонок от приставов очередной. О том, что ну что, есть какие-то изменения. Я говорю, нет. Ну мы вам сочувствуем. Вы знаете, вот прям сердце нож, честное слово. Потому что ну вот это сочувствие, оно мне к чему? Ну вы хоть что-то начните делать. Ну как бы все. На этом просто все. Куда обращаться, что делать, я не знаю. Мне очень хочется, вообще есть желание просто поднять какую-то тему в нашем конкретном городе. Объединить диабетиков. Потому что они абсолютно не осведомлены вообще о том, какие у нас возможности. У нас каждый второй человек с диабетом по статистике умирает не дожив до 30 лет. Ввиду того, что у нас абсолютно полная неграмотность именно в школе диабета. То есть нас на чему не учат. Людям не рассказывают про то, как можно качественно, хорошо жить здоровой жизнью. Поэтому у нас, к сожалению, таких исходов масса. И очень всех напрягает, ну со стороны вообще учреждений здравоохранения в нашем городе, что я начинаю агитировать эту тему. То есть прям вот по-больному как будто бы бью. Ну я не понимаю, в чем тут ужас. Потому что наоборот у нас вся Москва. То есть у нас государством предусмотрено полное обеспечение. У нас вся Москва наоборот продвигает эти темы. За здоровый образ жизни. Что диабет это образ жизни, а не болезнь. То есть абсолютно все этому способствует. Мы идем в ногу со временем, но только не наш город. Вот это вообще удивительно. Как это можно? Ну и опять же тема дети. Дети сейчас более или менее обеспечены. Хотя тоже перебои бывают. Потому что я сама сталкиваюсь с этим. Приходишь в аптеку, а у нас ничего нет. И пока жалобу в Росздравнадзор не напишешь, у нас оказывается вот сразу все появляется. И специально для нас все появляется. Поэтому сейчас они подрастут и столкнутся с такой же проблемой. Поэтому ее надо поднимать. Вот как себя вести дальше, то есть кому обращаться, я пока не знаю.